Россия – единственная страна в мире, способная превратить США в радиоактивный пепел. А Украины нет. Теперь это виртуальное понятие, виртуальная страна, утверждает российский пропагандист Дмитрий Киселёв. Британский журнал «Экономист» ещё в 2014 году писал, «Новый стиль пропаганды, представленный в лице Киселёва, направлен на возбуждение и мобилизацию аудитории, разжигание ненависти и страха. Этот стиль напоминает оруэловские двухминутки ненависти протяжённостью по полчаса». Оказывается, Дмитрий Киселёв был украинским журналистом. В совершенстве владеет норвежским, английским и французским языками. Кроме того, читает на исландском, шведском и датском. В молодости носил иракез, искабрезничал, зарабатывал на корпоративах, работал на канале АСИТИВИ. Старая кличка – официант за неизменную бабочку на шее. Теперь Украина для него. Виртуальная страна. Москва, гостили радио СССР, иностранный отдел. Сегодня он генеральный директор информационного агентства «Россия сегодня». Агентство «Россия сегодня» входит в список стратегических предприятий. А Дмитрий Киселёв – оружие России в информационной войне. Женат восемь раз. Но только четвёртая жена в 87-м году родила ему сына Глеба. Сегодня Глеб живёт в Москве, работает в сфере АйТи и дно поддерживает связь с отцом и его семьёй. В 98-м году шестой женой телеведущего стала Келли Рэйчел, журналистка из Великобритании. Восьмая жена – Мария. Познакомились в Коктебеле, где Мария отдыхала с мужем и сыном Фёдором. Несмотря на разницу в возрасте 22 года, с 2005 года Дмитрий и Мария вместе. В 2007 году родился сын Константин, в 2010-м – дочь Варвара. Супруги вместе заботятся о детях прежних браков – Глебе и Фёдоре. Мария получила три высших образования, работала психологом. Основные увлечения сына Кости связаны с футболом. Варя мечтает стать актрисой. Семья живёт в Подмосковье, в доме, который построен по собственному проекту Киселёва. Для своего душевного отдыха ведущий решил построить себе виллу на берегу Чёрного моря, в Крыму. Она расположена на обрыве, перед ней простирается великолепное море, а также чарующий хамелеон. В доме есть бассейн, кстати, он наполнен морской водой, и даже лифт на третий этаж. Квартира в элитном жилом комплексе «Легенда Цветного». Её стоимость – около 4,5 миллионов долларов. Он председатель Союза виноделов и виноградарей России. Семейный бизнес «Виноделие». Организатор музыкального фестиваля «Джаз Коктебель». Киселёв попал под санкции и теперь рассказывает, что и в России есть куда поехать отдохнуть. В мае этого года Дмитрий Киселёв призвал сбросить на Великобританию ядерную бомбу и тут же отбыл вместе с женой в Дубай. Хобби – машины и мотоциклы. Зимой передвигается исключительно на комфортном «Мерседесе» стоимостью от 9 миллионов рублей. И внедорожником «Тойота». Даже не понимаю, как может не нравиться мотоцикл. Лыжи, акваланги, лошади. Раньше держал лошадей и увлекался конным спортом, но после травмы автомобилей и мотоциклы. Любит поохотиться за акулами и скатами в Крыму. Ещё в 2014 году журналист Дмитрий Киселёв стал обладателем титула «Махровый типун». В номинациях «Нас всех тошнит» и «Врёт, как дышит». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова